добрый день друзья уважаемые зрители моего канала делюсь своей новостью моим хозяйстве появились гуси гуси породы линда значит ничего об этой птице я не знаю никогда их не держала и решили мы взять на пробу вот посмотрим что из этого получится со слов продавца этой птички три недели взвесим мы ее ну через недельку наверно в месячном возрасте посмотрим что и как значит пока эти гуси у нас четвертые сутки очень быстро адаптировались никакого стресса они не испытали при переселении понравилось что значит поставили им кормушку с комбикормом и с размолом поилку и вот так травку накидали значит в первую очередь они побежали к траве то есть на самом деле кушают много травы возможно птица очень экономичное содержание не знаю буду рассказывать про это что и как выгодно не выгодно но если будут сильно громко корякать да как они гагатать может быть не будем оставлять на племя но вообще рассчитываем что оставим у нас их шесть штучек вот здесь три и три еще вот там в домике с курочками с курочками далеке здесь у нас три курочки чешского доминанта и 3 легор на тоже взяли вот там в углу в самом вот здесь они без подогрева они начнут нормально себя чувствует постелили там солому от кур их там сейчас наверно выгонят все таки сюда на улице получилось все спонтанно у нас вот выгнали все-таки у нас выросли петушки как всегда петушку было много лишних мы поехали на рынок и там за деньги никто не покупает но охотно меняют на другую птицу то есть продавцы кто стоит они петушку берут но товар на товар мы долго думали чтобы нам такого взять что нам нужно кур в принципе в излишестве но убрать было больше нечего поэтому взяли вот шесть курочек три доминанта и 3 легор на это кроссовые куры на просто на столовое яйцо и вот 6 таких гусят значит почитала я про эту породу порода в принципе не прихотливая и очень мне нравится то что они будут белые у нас большое количество птицы идет на убой на продажу и я хочу сказать конечно ощипывать белую птичку это просто одно удовольствие нежели цветную цветная птица всегда выглядит неряшливо скажем так если она в молодом возрасте если уже после линьки там после пяти месяцев то конечно все чисто щипет цветная птица но мы любим забивать птицу в двух месяцев трехмесячном возрасте в конечно под кожей вот эти вот пинки их ничем не уберешь эти чернила которые от чем от темного пера остаются в общем тушка выглядит непрезентабельно поэтому вот мне нравится птица белая та которая на в перспективе может пойти на мясо вот мои индюки пришли ко мне мои белые широкогрудые индюки красавцы мои вот такие уже в принципе большие а сегодня им 4 месяца до 16 число 4 месяца мальчишки белые широкогрудые больше 10 килограмм до 12 есть есть 10 есть 12 девочки тоже 78 килограмм в общем то весом я очень довольна там бронзовые да вот если кому-то нужна племенная птица то пока еще есть бронзы остались только мальчики а белые широкогрудые есть и девочки ну вот опять же говорю что мы на заказ забивали двоих до двоих бронзу и белую широкогрудую ну ребят ну небо и земля все хорошо красивая хорошая тушка у белой прям замечательная шкурка чистая у бронзы конечно во первых я намучилась с пером и еще плюс к тому что все равно особо красиво не получилось так что вот красота конечно необыкновенный у бронзовых индюков но если кто-то берет на мясо то я советую брать белую птицу не зря во всей промышленности вся птица которая мясная она вся белая начиная с бройлеров муларды вот индюки все это все это белое вот такое у меня видео всех рада приветствовать давно ничего не снимала не было времени да и повода не было а переливать из пустого в порожню это знаете время терять мне некогда говорить об одном и том же ну вот такой у нас миша 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 ой красивый миша ой мишаня ой миша 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 белый индюк ну за миша он как собаку он просто за нами ходит он знает все команды он такой красивый мы очень любим обязательно его оставим вот он миша миша вот девочки вот девочки вот мальчик вот такие у нас индюки ну вот вернемся гусятам вот они лопают траву особо вот кормушку у них там стоит поилка особо они никакого интереса вот знаете прямо так жадно как я ожидала что сейчас начнут жадно кушать корм нет такого нету больше того вот эту кормушку как мы насыпали при покупке три дня назад она очень-то как бы не убавляется и так чуть подсыпаем туда и все и трава-трава-трава-трава-трава в основном куры клюют зерносмесь а индюшата клюют травку вот такие дела в общем все рассказала все свои новости еще раз говорю всех рада приветствовать всем большой привет до новых встреч